Всем привет дорогие друзья, меня зовут Дмитрий и сегодня мы с тобой поиграем в Stay Out или как она называется, ну типа Stalker Online, если кто-то не в курсе, ссылочку в описании оставлю на полный плейлист вот этой игры, я немножко играл в неё, вот, поиграем сегодня про неё, что-то про неё вспомнил, но мы будем с тобой играть на Mail.ru, я же играю через Mail.ru, есть в Steam, игра есть в Mail.ru, есть официальный лаунчер, вот, те кто играет на официальном лаунчере, у них там вышло обновление глобальное, там с лучной графикой, с оптимизацией, там с переделанными этими, как вот, с переделанными, как они называются-то, с переделанными навыками, а я играю через Mail.ru, у нас тут ещё всё, короче говоря, по-старому, вот, я играю здесь, ну как, я решил поиграть, последний раз играл, когда была последняя серия, если кто-то смотрел, вот, что это за игра, если кто-то не знает, это, по сути, Stalker, ну как, Stalker Online, наверное, грубо, Stalker не в смысле Stalker Online, в смысле, как игра Stalker, где аномалии, зомби и так далее, это Stalker, имеется в виду, Stalker, вообще, это понятие того, что человек ходит, что-то собирает, что-то делает, пытается выжить, то есть, это Stalker, который пытается выжить, пытается туда и сюда выживать, вот, я решил что-то опять поиграть, и, кстати говоря, человек, который мне тогда давал, сколько там, 500 тысяч, по-моему, он мне дал, вот, ему спасибо большое, я благодаря ему купил, вот, Ксюху, купил к ней три магазина, вот, а теперь Ксюша, АКС-74У, что за игра вообще, то есть, ты ходишь, именно, выживаешь, что-то делаешь, добываешь, игра очень долгая, вот, медитативная, ребят, здесь не получится за день, за два прокачаться, чтобы здесь прокачаться, люди тратят месяца, месяца, ребят, люди тратят, играют месяцами, что я хотел, я тут узнал, то, что нам бы надо качать репутацию, ну, как бы нам надо качать, я бы ходил тут сало, с кабанов стрелял, что-то не особо денежек мне с них падает, хочу, знаете, что попробовать, хочу, во-первых, вот сюда по заданию сходить, нам надо будет с тобой, мы закончили с тобой последнюю серию, именно о том, что я хотел сюда по заданию сходить, вот, это первое, во-вторых, я хочу вот сюда сходить, здесь, по-моему, дают задание на верлиоков, это такие мутанты, которым можно вот здесь же на болоте и пострелять, Вот. И за них дают что-то там пока 90 тысяч или 200 тысяч за них дают. Ну что, это очень хорошая сумма вроде как дают. Ну и еще вот сюда хочу зайти. Что здесь вот сюда нам надо зайти? Это нам знаешь, что надо зайти? Нам надо с тобой зайти туда по заданию. Тушенка за ружье. Вот, К2-10, да? К2-10 что-то там? К2-10. Чего? К10-2. Да, нам вот сюда вот надо, видимо, по заданию. Что это задание? Курьер посоветовал обратиться по поводу заказа для ученых к некому и Мареку. По его словам, Марек ленив и любит выпить, поэтому наверняка обрадуется возможность переложить выполнение заказа на кого-то другого. Найти его можно в квадрате К10-2 на окрестностях Любича. Вот, это мы задание с тобой сейчас будем выполнять. Что у нас поеде в воде? Жажду вообще на самом деле можно было бы попить. У нас еще бутылка есть. У нас еще бутылка есть, акусик есть, патроны 400 штук есть, 300 тысяч с собой. Пошли. Вот, если тот спросит, а вообще, что в игру играют? В игру играют. Я скрыл. Если кому-то интересно. Подлагивает игра, да, ребят, потому что оптимизация здесь говно. Вот это вот все, это как бы игроки, это все живые, это не боты. Это все вот игроки живые, живые, живые игроки. Вот здесь стоят, там что-то бегают. Потом вот здесь вот стоят. Ужас. Полагает, конечно, фпс. Но оптимизация в игре говно. Вот здесь куча, видишь, да, вот сколько там стволов стоит. Вот там куча-куча стволов. И вот здесь еще около доски тоже куча-куча. Тоже куча, видишь, сколько народу. Там куча шлепов, куча этих стоит. В общем, народа здесь дохрена на самом деле играет. И это только... Я отключу. Это только вот здесь вот, около гурмана стоят. А тут еще есть в других местах. То есть здесь нет ни одна локация. Еще в Любичах там народу бегает дохрена. Вот. Мы что с тобой? Идем направо, пись заводим, на левую сказку говорим. Вот, игрушечка. В принципе, неплохая. Я, как уже говорил, она медитативная. Вот. Бегаешь, получаешь удовольствие. Так, мне надо как-то обойти. Я туда не ходил. Специально ждал утра. Время 8 утра, чтобы мы записали с тобой серию утром. Потому что ночью... Потому что ночью... Ни хрена не видно, ребят. Вот. А кучик себя показывает хорошо. Против кабанчиков вообще замечательно. Я просто раздавал. Вот. Кабанчикам триумбулей. Вот. Собирал с них сал. Немножко сал, конечно, дешево. По 6 тысяч уходит. За штуку. Думаю, надо на чем-то другом подниматься. Надо на чем-то другом. Пока обновление крупное не вышло. Вот. Прокачка здесь, конечно, нудная, ребят. Долгая, да. Вот. Игрушка, честно скажу, немножко негостеприимна к новым игрокам. То есть, тебя здесь за ручку никто водить не будет. Если кому-то интересно, игру можно скачать с официального лаунчера. Найти можно с официального сайта. Вот. Ну, ты попадешь на новую версию игры. Вот. Либо через Mail.ru. Через Mail.ru. Либо через Steam. Вот. Игрушка такая медитативная для любителей, знаете, RPG. Кто-то любит неторопливые какие-то прохождения. Аномалия. Вот. Неторопливые прохождения. Вот. Кто любит, как раз для них и подойдет. Вот. Я люблю, в принципе, неторопливые игры. Но у меня одно только отталкивает пока от игры. Это оптимизация. У нее очень плохая оптимизация. Но так как я играю, по сути, в старую версию, то... То... Это как вот. То здесь с оптимизацией все плохо, потому что игра на 32-битной системе. То есть, тот не знает, 32-битной системы. Это еще... Это еще, ребят, этот как вот. Для Windows XP. В общем, вот сейчас обновили. Короче говоря, у разработчиков как-то все странно происходит. Они обновили версию игры. Крупное обновление у них вышло. Это для тех людей, кто качает лаунчер. То есть, через лаунчер именно в игру играет. Вот. Там новая версия игры с новообновленной графикой. Движок 64-битный. Можно использовать больше 4-гигабайт оперативки. Все вроде бы классно, здорово. Вот. А для тех, кто играет через Mail.ru либо Steam, мы пока играем на старой версии. Так, у меня... Ну, в общем, у меня старая еще версия навыки. Навыки перки. А все пока старая. Вот. И люди там играют... То есть, мы тут играем как она старая. Вот. Играю я на Евро. Если кому-то интересно. На Еврике я играю. Ну, как играю? Немножко так вот бегаю. Не знаю. Знаете, такая игра, в которую охота, конечно, поиграть. Но она много времени, ребят, требует. Очень много времени. Потому что... Ну, вот туда надо. Игра очень, ребят, неторопливая. Очень неторопливая. Ты можешь бежать все очень долго. Делать все очень долго. Прокачка очень долгая. Игрушка с открытым ПВП. Если кому-то интересно. Да. То есть, меня, по сути, сейчас могут убить. Но меня, вероятнее всего... Меня, вероятнее всего, не убьют. Почему? Потому что, ну, смысла, на самом деле, здесь убивать нету. Ну, убьет меня чувак. Он получит карму плохую. И его просто кто-нибудь потом кокнет. Вот. Его потом кто-нибудь кокнет. Но смысл в том, что... Кстати говоря, сюда я первый раз вообще иду, если что. То есть, я сюда еще на болото ни разу не бегал. Я в игру играю очень мало. Вот. Его кто-нибудь грохнет. А то, что он меня убьет, у меня все равно пушки не выпадут. Потрошки там тоже толком не... Ну, выпадет там что? По-моему, по мне стреляет. Или по кому это, блядь, стреляет? Оп, чувака завалили. Я только что говорил, что никого здесь не трогают. Ну, вот, завалили чего-то. Не, ну, это здесь его завалили прямо около этого. Здесь безопасная зона. Вот, да, мы зашли в безопасную зону. А что здесь, блядь, происходит? Я сказал, что никого не трогают, и чувака прямо на моих этих... Ну, здесь, знаете, либо пвпшатся просто, ребята, по приколу между друг другом, либо, не знаю, какой дурачок залетный. Наверное, пвпшатся, либо отомстил, может, что-то, я не знаю. Но в основном здесь тебя, ну, не убивают. Вот здесь тоже, ребята, стоят. Вот ты видел, да, там сейчас сколько стоит. Тут тоже, ребята, стоят. Вот, что-то делают. И морек. Вот, тоже что-то ходят. Вот, это все живые игроки. Если что, здесь ботов нету. Ну, в смысле, типа этих. Здесь бот только NPC в этих стоят, ну, все. Все-все. Сядка тут стоит. Я, кстати говоря, опять же говорю, здесь первый раз. Камера хранения. Сема-левак. Ой, Сема-левак. У семки. Кладовщик-комарек. Ага, у меня Серега-челнок, да, там открыт. Этот там открыт. Теперь и морек будет открыт. Интересно. Вот. Ну, понятно, почему пацана звалили. Вот это неинтересно. Вот, так что я. Потому что игрушка-то прикольная. Так, мы что шли сюда? Мы шли сюда по заданию. С тобой вот курьерка и моряку мы шли. А что здесь вообще? Им надо будет обязательно по NPC побегать, потому что NPC-шники дают очень хорошее задание. Ну, как задание хорошее. А где и морек-то ушли? Они дают хорошие награды по 100-200 тысяч за выполнение задания. Задания, конечно, там тоже такие нёхки, конечно. Сизиф. Вот. Глеб Маслов. Здорово, и морек. Так, привет, сталкер. Чего надо? Курьер сказал, ты работаешь на учёных. Но этих прохиндеев из технологии будущего ты хотел сказать. Что ещё за технологии будущего? Неправительственный фонд, который... Неправительственный... Неправительственный фонд такой. Жлобы они. И прохиндеи. Почему? Потому что сразу говорю, зарплату получаю я, а ты, если решил войти в долю, получаешь от меня строго по нормативу и строго за доставку. По нормативу это сколько? У меня есть тетрадь. Я в тетради пишу смету. Вот так вот. Сколько я в тетради напишу, столько и норматив. Короче говоря, сколько решит, да, дайте. Короче говоря, он работает на учёных, и бабки все... То есть задания ему дают учёные. Он либо сам выполняет эти задания, либо кому-то ещё поручает. И ему потом учёные после выполнения задания платят бабки. Ему. А он, если ему кто-то помогал, он уже сам считает, сколько нужно этому человеку заплатить. То есть, по сути, он работает как бы с учёными, но... Так, и сколько ты напишешь? Я ещё не придумал. Посмотрим на твоё поведение. Ладно, что нужно доставить. Есть одна загвоздка. Что такое? Прежде чем доставить, нужно добыть. Что нужно добыть? Ну, тут недалеко, в лесу северное, чуть-чуть в квадрате L8, есть свежие кладки пауков. Тебе надо забрать 10 паучьих коконов. Ничего сложного. А пауки? А что пауки? Да хрена их там. Придётся пострелять. Знающие люди испытывают... используют коктейли молотов, но я бы не советовал коконы попорчи. Заебись. Он мне при... Взрослых кабанов, кстати говоря, надо убивать где-то. Паучьи коконы. Так, паучьи коконы. L8, да, что-то он сказал. L8, это где-то вот здесь. Ну, как раз, короче, выше, около болот. Я вот сюда ещё хотел сбегать на болото. Вот. Это кто такой? Оружейник. Та же товар. Так, товар. А ещё здесь патрошки 5, 45, 39 я могу закупить. Здесь есть ещё вода. Если что, есть еда. Тот там стреляет. Непонятно, то ли просто так, то ли, блядь, по кому-то. Все ребята какие-то нервные. Или не поймёшь. Сизиф. Можешь деньжат подкинуть? Да, 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 давай парочку экранов альфа, я ими тут приторговываю. С тебя пара этих артефактов с меня денежкой. Я тут постоянно калачу. И что-то... Жди, принесу. Два экрана для Сизифа. Сизифа, 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 хуй разберёшь. Какие, блядь, Сизифы? Сизиф покупает артефакты экрана по две штуки за раз. Сизиф может встретить... Сизиф может встретить скадратика недалеко от вокзала. С6-1. Недалеко от вокзала. С6-1 это вот здесь. Понятно. Это на артефакты, но я не знаю, выполнять я пока не буду. Глосятка что нам скажет? Эй, постой. Что тебе? Ну, я-то сам не из пугливых. Да вот, что-то в последнее время нервишки сдавать стали. Я исследование провожу. Беру слизь болота, изучаю. Вот только местные бойцы меня подкалывать любят. Знают, что я впечатлительный. Вчера мне один такой бравый сказал, что видел на болотах особенного лешего. Мол, выше обычного в три раза. Лапища, ву. Слушай, сходи туда, проверь, а? Слизи принести? Нет, конечно. Ты же не знаешь, какую нужно. Просто сходи, квадрат М8. Хорошо, разведывай. Квадрат М8. То есть нам туда за яйцами, а М8 надо исследовать болото М8. Да, в осятке дошли слухи об особо сильном лешем, которым его можно найти на болотах. М8. Ну, короче говоря, Л8, М8, Л8. Там пауки, а тут охрененно какой-то этот большой. Что, блядь, происходит? А зачем они друг друга убивают? Копалка. Копалка, зачем ты кого-то убил? Зачем вы друг друга убиваете? Может, это не люди какие-то, ну? Не, я говорил, что ПВП тут, типа, это люди адекватные. Я не понимаю просто, зачем они друг друга убивают. Может, по приколу, может, они просто друг друга знают? Или что? Ну, обычно здесь вроде люди такие нормальные, адекватные. Вот, вроде, короче говоря, со всеми я поговорил здесь. С кем надо. Я пообщался. Знаешь, что я хотел бы? Я бы хотел сейчас дойти, на самом деле, до... До сюда. Не знаю, мы дойдем. Нет, а как туда вообще пройти? Нормально. Белая деревня там бы, конечно. Куда мы успеем с тобой сходить? А здесь нету нигде водички попить. Ну, типа, или здесь... А, вот, кстати говоря, вот еще, Глеб Маслов. Здорово. Товар у меня немного осталось, но цена на все честное. Подходи. Скажи товары. Ага, он по аптечкам, по бинтам. Я понял. Какие товары тебя интересуют? Разные пробирки с кровью и ядом, марганцовка, купорос, артефакт, резина, спирт, ижмаир, кукушка. Ага. Почему не много? Хорошо скупают. Подожди, чего? Если бы, но всему виной шустрые воры повадились, так сказать, у меня припасы крысы проклятые. Вот буквально сегодня открываю утром свой магазин, а одного мешка с добром не хватает. И куда только охрана смотрит. Наверняка это, это сволочь, что меня обокрало, недалеко убежал. Здесь же за домами прячется. Пристрелил бы его кто-нибудь. Мне мешок свой не жалко, но если ворюга уйдет, будет собакой дальше меня обворовывать. Как быть, убью. А кого там? Вор был убит. Чрезвычайно шустрый вор. В смысле, там какой-то петух, извините, убил моего этого вора. А где вор-то? Или это вора убивает все время? У меня задание сразу выполнено. А кто его убил-то? А, мне кажется, вот этот чувак, который здесь появляется. Выгибальщики, они даже здесь, ребят. Мне кажется, вот здесь вот кровишка, это вот краски выгибальщики. Господи, это воры вот эти, которые появляются. И вот тут убил. Воры не беспокоят. Вроде пока не замечал, но день еще не кончился, а теперь же можно. Мы не договорили. В смысле, а я что, задание выполнил или что? Ты не думал охрану-то усилить? Покажи свой товар. А подожди, а за задание-то что мне? Ничего, типа? Или это, типа, кто-то его убивает? Торговца масла, его обчистил вор. Если догнать и убить вора, можно оставить себе... А, можно оставить себе его добычу. Вор скрылся за домами недалеко от торговца и не мог уйти далеко. А, короче говоря, я взял задание. Паула Поляна. Я взял задание. Чувака убили. Кто-то убил. Вот за этим домом. То есть, вот, чувак за этим домом. Его убили. И забрали, короче, хабар, который с него там выпадает. Раз в сутки. Ну, заебись. Охрененное задание. Может, я кто-то его возьмет, и я, типа, грохну его? Паула. А я думал, что здесь все хвалят? Это не... Это NPC-шник хвалит? Типа, вот здесь он появляется. Понятно. И с него может какой-то хабар забрать. Пацаны куда-то побежали. Мы побежим за ними. Или нет? Они, наверное, побежали на болото в Орлёк. Вот это фарпить. В общем, короче говоря, с него, типа, с этого чувака можно какой-то хабар забрать. Так как за меня его завалили, короче говоря, я нихера ничего не взял. Кому-то, короче говоря, я подарок сделал. Замечательно. Люблю благотворительностью заниматься. Обожаю. Так, я, ребят, здесь первый раз. Вот нам куда-то туда. Ой, нет. Вот так вот сделаем. Скроем некоторых игроков. Это в основном в безопасных зонах. Так. Я хочу... Кто спросит, что туда лезешь? На ту сторону. Я хочу... Я хочу пройти, там задание можно взять. Блядь, пацаны по-любому знают путь, а я как дурак иду хер пойми где, да? На, пацаны знают путь. Пучки лежат. Брать мы их, конечно же, не будем. А, по-моему, верлиоки или-то... А, нет, этот чувак бегает. Я думаю, это верлиоки. Так. Вода, кстати говоря, по-моему, с радиацией, мне кажется. Задание надо дойти, взять. Надо перемещаться мне уже на болото. Так, потом сюда бежим. Туда потом, наверное, в следующую серию. Я думаю, в эту серию мы не пойдем. Мы сейчас с тобой тупо пообщаемся и здесь. В следующую серию сходим туда. Л8М8. Вот, там пообщаемся. Пообщаемся там, посмотрим, что там у нас будет. Тятька. Вот, посмотрим, что там будет. Вроде здесь верлиоки должны быть, но я пока, как бы, не вижу этих верлиоков. Которых нам надо будет пофармить. Где за ход у вас человеческий? Точка возрождения изменена. То есть, если я подохну, я окажусь именно здесь. Что бы здесь по народу? Давай посмотрим. Ну, здесь народу не особо много. Вот, это хорошо. Так. Давай скроем даже тех, кто есть. Бандит есть какой-то. Мы хотим кушать. Так, строгач. Что у него за строгач? Открывай. Ага. Воровской кладовщик. Давай свинец положим. Пускай будет. Пускай техник. Так, почему все экипированные устройства? Пускай починят. Так, что у него? Какие товары тебя интересуют? Радиодетели. Провода аккумулятора, блок сигарет. Причем, продажи есть. Всякая херня, короче. Кухонный нож. Наборные подшивы. Так, подожди. У вас у кого-то здесь надо задание брать? Интересно. Татарин. Привет. Странное место для поселения. Место как место. С болота, конечно, вонище. Зато есть другие плюсы. Меня, кстати, Татарином кричит. Не слыхал? Будем знакомы. И какие же тут плюсы? Ну, из очевидных, уединения. Много-то народу по пути сюда заметил. Не думаю. Погоны и профессора. Погоны и профессора тоже в болото не суются. А мы, братишка, любим уединения с некоторых пор. А что произошло? Нарушился естественный ход вещей. И город выплюнул нас в грязь, как ребенок выплевывает жевный кусок гудрона. Я что-то тебя не понял. Знаешь, еще не пришло твое время понимать. Ладно, будем знакомы. Мне пора. Слушай, братишка, не раздобудешь мне сухупай? Хочется чего-то без привкуса слизи поесть. А что взамен? Я спасибо тебе скажу. Спасибо в карман не положишь. Ну что ж, тогда, видать, не судьба. Ой, братишка, не изгинь на болотах. А-а-а. Наверное, стоило, да, все-таки. Тут, например, полно верлеков, пауков. На островах они по краям по какой-то причине не лезут, а проход охраняет хорошо. Угу. Ясно. Короче говоря... А здесь только что чувак какой-то стоял. Короче говоря, мне, чувак, за спасибо сухупай. Может, надо было выполнить, да, задание-то? Задание-то надо было, наверное, выполнить. Ну, не знаю. Хитрец. Жопивертец. Хера у тебя витрец, хертрец, дров-то на всю зиму, что ли, на посадку? Да? Уже ухожу. Подожди, а с кем уже поговорить? Тут, по-моему, задать должно быть на акусик, нет? Здесь тебе не рада уходя, откуда пошла. А что я сделал не так? Мы тебя не знаем. Ладно, бывай. А что, у тебя есть что-то? Нужна помощь. Я насеку... Насеку... Чутка в медицине... А, да, я секу чутка в медицине, но ты не из наших, так что... Ну, это лагерь братков, короче. Кто-кто? Татарин, он нас сюда притащил, сидит, он расслабляется. Ясно бывает. Татарин, короче говоря. Шкурник. Есть что на продажу? Шкурник сидит. У него есть потрошки, да? Но у него моих потрошек нет, надо туда возвращаться. Охочущий нож. Так, шкурник. Слушай, а ножи у тебя есть? Чего? Ножи охотничьи для разделки. А, вон ты о чем. Ну и кажется, что я шкуру снимаю. Да, ну ладно. Ну да, снимаю. Я, в общем-то, спец по этому делу, скрывать не буду. Естественно, у меня есть ножи. И отличные. А ты, небось, думал, что я руками туши разрываю? Тут сноровка мне не нужна. И правильный инструмент. Можешь продать мне нож? Чего? Нет. Сам-то голый головой подумает, прежде чем такое предлагать. Неужели запасного-то не найдется? Решил моему ремеслу учиться? Думаешь, что это так просто? Взял нож и фигач. Может, я и подыщу для тебя правильный инструмент, если увижу в тебе нужную задатки. Только не думай, что это будет хвала. Что нужно сделать? Принеси мне несколько хороших шкур. Можешь особо не стараться их обрабатывать. Все равно у тебя нормально не выйдет, но чтобы были целые, без лишних дыр. Вот такие, вот какие есть у зверя на теле дыры, те хорошо, а лишние изволить не делать. Хорошо же, не со шкурами. Еще какое-то задание взял на шкуру. Собак, пять шкур кабанов, бурого медведя, рыжего медведя, хитинок пластин верлиока. Я что-то не пол, я что, просрал как-то это, да? Задание, видимо, на этот надо было не выкобениваться с татарином. Сухпай не придется, у меня нет особого желания больше. Подожди, а какой ему сухпай-то? Ему сухпай типа нужен. А я что ему? Как сухпай-то? Я где ему добуду? Я, видимо, просрал, да? Надо было все-таки согласиться. Он, короче, коллаж, он должен задание дать на верлиоков, а дальше коллаж дать. Или что-то здесь... Я просто смотрел это по гайду по какому-то старому. По какому-то старому, ребят, гайду, которому, видимо, тысячи миллионов уже лет. Тысячи миллионов лет, и, возможно, его уже здесь нет. Бандит, с ним не поговорить. Вот, пойдем, получим пиздюли от верлиоков. Думаю, на этом можно серию закончить. Верлиоки такие маленькие падлы. Которые где-то здесь обитают. Говорят, в принципе, вот здесь вот внизу они тоже обитают. Вот. Аномалия. Гуманамалия. Видишь, то есть игра, она такая не особо приветливая. Срал квесты, все. Так, подожди, а можно, наверное, обойти по краю туда вниз. Наверное. В общем, задача у меня в чем, ребят? Мне нужны верлиоки. Они стреляются где-то здесь. На болото. На болото. Зачем они мне нужны? Хер его знает. Ну, они, в общем, короче говоря, у них лапы там дорогие идут. Из их, короче, по-моему, крови, что ли, или с чего ли там... Вот пауки. Делается сыворотка. Которая очень ценится. Ну, с ними, видимо, будут... Ой, проблема. Будут, видимо, проблемы у меня. Потому что я не знаю, где именно они здесь обитают. Они же спавнятся-то в определенных местах. Вот. А в следующей серии мы с тобой сходим в L2-M8. Вот это. L8-M8. Посмотрим, что там у нас. Верлиоки... Я не знаю, короче, здесь есть, нет. Они должны быть. Вон они, по-моему. А, это самурай. Это самурай что-то там фармит. Наверное, он верлиоков и фармит. Да, а вон верлёк. Или нет? Или это куст? Охуй знает, ребят. Я не разбираюсь. Верлёк. Это такие противные мрази. У нас по птичкам есть что-то есть, что-то. А, это куст. И там я за верлёк тоже принял куст. Великолепно. Здесь кусты такие, знаете, ребят, такие... Чересчур реалистичные. Иду вниз вообще. О, вот стоит. Один красавец. А вон второй ходит. Вон. Вон там второй. Вот один ещё. Смысл в том, что они ходят группами. Блядь. Пиздюк их сагрил на себе. Ходят они группами, короче говоря, по несколько человек. Да, вон он захерачил. Да, по три. Три, да, на него вышло. Ну, сейчас отпиздят. Мы заберём лут. Нет, не отпиздим. Вот. Вот такие вот верлёки. Да, пиздюк. Взял с коммунизу у меня этих. Вон там он вдали стоит. Это точно верлёк. Вон, вон. Да, да, да. Передвигается. Вон вдали. Можешь, конечно, выйти туда, на берег. Я просто пытаюсь, знаете, такое место найти, чтобы мне пизды не дали. Хотя таких мест не существует. Вообще, можешь туда вниз уйти. Здесь, по-моему, утануть нельзя. Но здесь пиздец, ребята, как опасно. Так, мы дошли до костёрчика. Вон там, вон, вижу верлёк ходит. Может, в принципе, их... Да, вон они, вон. А с этой стороны нету. Чувак ходит. Сергеич Сибирь. Пойдём туда. Заберём парочку верлёк. Я сейчас, наверное... Есть вероятность, что я сейчас сдохну от них. Они потому что нападают группами. Угу. Не пизда. Они пизда. Да, блядь, какие они противные, нахуй. Ебать, два, нахуй, магазина потратил. Чтобы трахнуть парочку верлёков. То есть, шестьдесят патронов. Знаете, в чём минус? Они нападают стаи по несколько человек. Вот это у меня больше всего. Беспокоит. Лапа. Вообще, про верлёков, именно лучше, конечно, нападать на них с чем-то с дальним. То есть, их приманивать. Вот. А потом выходить уже с акусиком. Я два магазина, да, всадил у них? Да. Нужно стрелять, конечно, по голове. Лучше всего. Я, кстати говоря... У меня почему-то синий ник только что был в верхнем левом углу. Синий ник говорит о том, что я к кому-то... ...попал. То, что... Ну, то, что кто-то бегал, и я к кому-то попал из этих какого. Так вот, это выключится-то нахер. Я попал к кому-то из игроков. Блин, а есть где-нибудь, где они по дворе спутся? Потому что по 60 патронов на 4 штуки, да? 60 патронов на 4. То есть, чуть больше 10 патронов на штуку. Но это все равно как-то по мне как много. Лап молодого верлиока. А мне по заданию с гурманом что надо? Крылья верлиока. Крылья верлиока для гурмана надо, ребят. Вопрос в том, что... По-моему, можно уйти туда еще ниже. Вон еще верлиок ходит. Блядь, он сейчас... Они сейчас 5 группы, да, нападут? Они стадом ходят, блядь. Сколько у вас там в стаде? По 3 минимум. Блядь. А не пиздец вертлявые. О, меня убили, блядь. Пиздец. А как на них охотиться, блядь, товарищи разработчики? Скажите, пожалуйста. Че я потерял? Снова на ногах. Ничего, что ли, не потерял? Вопрос. Можно? Как, блядь, на них охотиться? Ну, это же пиздец какой-то. Ты видел, да? Не, один, два, ладно, на тебя бегут. Почему они группами по 4? Допустим, с тозиком ты хер так побегаешь. Ну, с тозиком так на них походится, типа. Нахера у тебя не выйдет. Дэм. Проблемка, ребят. Да, блядь, да какой ты, сука, увертливый, блядь. Пиздец, мне один верлёк, короче, разобрал. Какие они увертливые, зачем их такими сделали? Ну, это вообще нереально, блядь. Это как их люди фармят? Типа в глазёрку, блядь, стрелять? Или куда им стрелять? Это жопа какая-то, блядь. Я пиздец, я по патронам-то просяду. Может, конечно, лапы верлёка молодого, а не стоят до хера на аукционе, но я что-то, блядь, не уверен, потому что это какой-то бред. Давай ещё раз попробуем зайти. Тут, наверное, нужна какая-нибудь... Я даже не знаю, с чего здесь по ним стрелять. Но, опять же говорю, там в описании верлёков, типа, написано то, что лучше издалека где-то стрелять из-за снайперки. То есть, СКС, что они там с прицелом просто настреливаете? Но они, блядь... Я бы их в упор-то поубивал. Чё, он чё-то не собрал. О, крыло для гурмана. Крыло для гурмана, ребят, всё. Гурману можно теперь возвращаться и отдавать крыло. Кстати говоря, у этих вот лап, какой шанс выпадения? 33%. Этот не выпадает, потому что это квестовый. Ну, пойдём ещё разочек, короче, сходим. Получим пизды от верлёков. Ну, потому что я, блядь... Я не знаю, как, короче говоря, с ними бороться. Мне проще кабанов эти пиздить. Ещё интересно, конечно, посмотреть, сколько эти все лапы их стоят на аукционе сейчас. Если вообще они продаются. На болот, как я понимаю, ночью ситуация вообще смысла нет. Только днём. Ночью надо пережидать где-то. Ну, либо на кабанов ходить там, либо куда-то ещё. Ночи здесь длинные, на самом деле здесь несколько часов, что ли, ночь идёт. Голод, жажда. Давай, выпьем. Давай, поедим немножко. Так. Ну, первых, четверых верлёков я же как-то перевалил. Самурай и физхимик. Пацаны стоят, стреляют. Антоп тоже носится. Я сейчас начну стрелять, короче. Да. Это дробь. Ребят, это дробь. Ну, я попробую устрелить. Руки аж дрожат, блядь. У персонажа. Двое бежит. Кое-как. С десяти пуль каждый. То есть надо как-то, знаете, то есть надо, короче говоря... Я с Акуськой-то играю только буквально, ребят, честно скажу. Перед серией побегал, кабанов немножко пострелял. То есть опыта ещё как бы стрельбы нет. Здесь отдачи, в принципе, оружия нету. Можешь, конечно, здесь стоять, их настреливать. Нормально. У Билы ничего не найдено. Ну, такое себе. Ну, к гурману можно будет вернуться, он там даст задание. Точнее говоря, задание я у него заберу. Я брал у него задание, короче, на верлёк. Не знаю, там, сколько он мне даст тысяч. То есть главное не паниковать. По десять патронов на верлёк, это нормально на самом деле. Потому что на кабана, к примеру, где-то так же уходят. Плюс-минус. Из-за куськи. Главное не паниковать, главное... Так, один поехал. Оружие заклинило великолепно, блять. Самое нужное время. Самое нужное, блять, время, ребят. Клинит оружие. Ага. А почему заклинило? Информация. А потому что загрязнение 26%. Потому что, блять, я пошёл нахуй на вылазку. И что? Правильно. Не произвёл обслуживание своего оружия. То есть своей экипировки. Что влечёт за собой что? Правильно. Клин. И тебя ебут во все щели. Верно? Верно. Он не подрезал моего, а то... А то тут могут подрезать. По-моему, он подрезал моего верляку. Или нет? Или это? Не, видимо, не подрезал. Потому что, если ты убил кого-то, кстати говоря, то твой лут могут подрезать. Если что. Да, могут подойти и забрать. В Любичах. Там обычно ребята так это... Собак не делят. Там собак нужно настреливать. О, там надо собак настреливать. И, короче говоря, пацаны там иногда из-за собак друг другу глотки дерут. Собак на всех не хватает. Вот, но верляков, как я понимаю, здесь хватит на всех. Вот. Можно, в принципе, уйти. А, кстати говоря, вниз я знаю, вроде пока есть проход на Безувий. Или куда ли там... Уж не помню. Вот здесь вот проход вот. Там куда-то проход. Самурай, еще он там стреляет. Интересно попробовать дроби долбануть. Ладно. Что я думаю? Давай возвращаться домой. Вот. Туда вот, на этот. Туда, откуда мы с тобой пришли. Вот. А в следующей серии мы сходим L8, M8. Я, в общем, посмотрел, что такое верляки. Сходим в следующую серию, наверное, гурману отдадим эти. Посмотрим эти. Отдадим эти. Переместимся туда и сюда. А здесь я, наверное, не починюсь, да? Меня, наверное, здесь не починят. Я ж, типа, с братками-то не очень. Репутацию-то я с ними не качал. Здесь, ну, качаешь как бы репутацию. Коренные беженцы, одиночки, торговцы, барыги, бандиты. У меня с бандитами отношение минус 750. Знаешь почему? Потому что я работаю там на сталкеров 700. Чем с кем я там еще? Сектанты минус. То есть я сделаю так, что если ты качаешь, допустим, репутацию с кем-то, ну, допустим, со сталкерами качаешь репутацию, то у бандитов у тебя автоматически проседает эта репутация. Вот. Вот такие пироги. Игра медитативная, да, если кто-то еще не понял. Ну, да, она такая спокойная, она неторопливая. Туда сходил, сюда, там пострелял, тут что-то сделал, туда. То есть здесь вот такая, знаете, любителей РПГ неторопливых. Ну, та игра, конечно, стоящая. У меня единственное, что в ней вымораживает, это, конечно, оптимизация, ребят. Оптимизация здесь равно. Уж не буду брать. Может, ему сукфайта принести? Хотя я не знаю, где ему брать. А хитрец еще нам ничего не давал. Ухожу, да. Ничего по заданиям он нам не давал. А, кстати говоря, он же чинит, по-моему, все. Нет? Починит все устройства. А, устройства. А, по устройствам. А, я починил у него... Я у него починил. Я думал, я у него оружие все починил. А на самом деле я у него нихера не чинил. Ладно. Увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии мы с тобой, наверное, пойдем сюда. Дойдем здесь. Наверное, здесь починимся. На Л-10. Починимся. Скинем там, наверное, этот... Лапки верлека. А то они могут пропасть. Вот. Скинем там лапки верлека. И пойдем Л-8 и М-8. Там два задания выполним. А там дальше уже будем смотреть, что дальше по верлекам. Посмотрю по ценам, сколько они стоят на аукционе, эти лапки. Вообще продают их, не продают. Мне кажется... Мне почему-то кажется, что продают. Вот. Мы посмотрим, за сколько, если продают. Вообще выгодно их, невыгодно фармить. Просто я, допустим, по патрошкам-то проседаю. А патрошки недешево стоят. Вот. Ну, надеюсь, то, что повыгоднее будет, чем салом. Чем салом торговать. А, кстати говоря, там вот наверху я вижу чувак сидит. Давай зайдем. Напоследок у него спросим. Серия получила длинная, да? Я люблю такие серии делать. А поэтому по этой игре меньше не получится. Болотник. А, кто здесь? Пока. Оп. Телепортировался от Болотника. Вот, ладно. Увидимся того же в следующей серии. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...